Очень часто приходит ко мне мысль о том, чтобы рассказать о любви отца к своей дочери. Я бы хотела рассказать с признательностью о любви своего отца ко мне. Знаете, казалось бы, какое это имеет отношение к теме супружества, создания семьи? А ведь папа мой, я знаю, что он создавал семью и входил в брак с целью, чтобы были дети. То есть это очень важно, с какой целью человек идет в отношения. И еще папа говорил, что я хочу, чтобы были красивые дети. Это моя мама мне рассказывала. И поэтому он взял красивую женщину, мою маму, себе в жону. Да, наверное, мы красивые с моим братом. Мой папа меня очень любил. Он называл меня дочуркой, доченька, крошечка. Он называл, вот у тебя родинка на щечке. Это очень красиво, он говорил. Это чтобы никто не перепутал, что именно ты моя доченька. Я буду знать именно по этой родинке. И я так внимательно его слушала. И мне было необыкновенно интересно. Меня по родинке папа будет узнавать. И вот папа водил нас на лыжах кататься. Брали термос с чаем и ходили кататься. На санках ходили кататься по выходным. Потом он на море нас брал. Ну, это, конечно, когда мы уже большие были. Я уже была в пятом классе. Первый раз увидела море. Ну, собственно, я очень признательна моему папе. Папа брал меня на работу. Когда он выходил в выходные, что-то проверял на работе. Он брал меня с собой. Я видела, как папа общается с людьми. Что он спрашивает. Ему так серьезно отвечают. Это было так... Я восторгалась, папа. Я папой гордилась, конечно же. И я все время чувствовала вот это настроение моего папы. Папа утром очень рано уходил. Мы еще спали. И он приходил. Мы в основном тоже спали. Или готовились ко сну часиков. Восемь вечера он приезжал с работы. В общем-то... Но папа находил время, бывал, на моих родительских собраниях. И я не думала, что мне есть смысл беспокоиться о том, что скажут на родительском собрании. И мне, в общем-то, было совсем безразлично, что там родительское собрание. Но с каким волнением папа приходил с родительского собрания. И с какой гордостью мне пересказывал, что вот обо всех вот говорили детях, а меня в пример поставили всем ученикам. И папа был необыкновенно рад этому. Очень был доволен моими успехами. А мне казалось, ну надо же, меня в пример ставят. Это что же я такое делаю, что меня в пример ставят? Ну, делаю уроки. Ну так, если их задают, то, конечно, я их сделаю. Если это нужно, то какие вопросы? Конечно же, сделаю. И я вспоминаю, что мои родители никогда не смотрели, сделала я уроки или не сделала, какие задания там задали мне. Никогда не смотрели. Иногда прихожу, даю учебник, даю дневник для того, чтобы поставили подпись родителей. Это в конце недели. Но так учительница сказала. И я слушалась, да, говорю, поставьте подпись. И там смотрят, да, вот есть четверки, пятерки. Это такие отличные оценки тогда были. И я удивлялась, да, что четверка, она немножко хуже, чем пятерка. И я так задумывалась, да, немножко хуже. А что надо, чтобы были все пятерки. Я даже такой цели себе не ставила. Просто готовилась, просто отвечала, просто что-то делала. Это все просто в радость. Для меня это была игра. Хотя после той свободы, которая у меня была в детстве, прийти в школу, мне вначале было странно какие-то крючочки писать. Тогда, когда я уже слова писала, мне было это странно. Что-то по буквам читать, по слогам, когда я уже читала совершенно свободно в 7 лет. И мне казалось, что бедные дети, что им так тяжело это все. И что мне вот это нужно слушать. И я вот это напрягалась, слушала такие бэканье-мэканье. И, в общем-то, ну, было какое-то время неинтересно. Но я все же там находила забавным то, что у нас была интересная, красивая первая учительница Елена Наумовна. И мне было радостно, что она была у нас самая красивая по сравнению с другими. Она мне напоминала такую сказочную Елену Прекрасную. И я смотрела на нее с любовью и слушала ее каждое слово. Наверное, она это чувствовала. И у меня хорошо складывались отношения с ней. И она меня всячески пыталась поощрить. И поощряла. Да, мой папа очень меня любил. Но эта любовь, она была, продолжалась какое-то время в детстве. А когда мы с братом подросли и начали драться, вот тогда, конечно, все омрачилось. Тогда все стало плохо. Ну, не будем о грустном. Будем говорить о том, что у меня в памяти остались примеры и образы счастливых семей. И у меня в памяти осталась вот та свобода и особая любовь моего отца ко мне. Мама как-то больше, мне казалось, любила моего брата. У него было много проблем. И мама, как бы, любя и сочувствовала ему, сопереживала ему, больше внимания было ему. В общем-то, мне это не слишком нравилось. Я это чувствовала. Но с папой у меня была полная компенсация. И, собственно, я от этого и не страдала. Спасибо. Всего доброго. До свидания.